Всем доброе утро! У нас как-то пасмурно. Вроде не передавали пасмурно, но тепло. Там где-то просто стреляют и Чарли не знает куда ему кинуться. Море хорошее, шторма нет. Идем на работу. Обычно Чарли всегда вниз текает, чтобы гулять. Но сейчас стреляет, поэтому он поблизости здесь, поблизости проходит. Тишина такая. Птички поют. Смотрите, как у нас погода меняется. У меня машинка стиральная на работе постиралась, но я ее не вывесила, потому что что-то такое. Конечно, можно было бы в туалет ее там спрятать, но как-то... В общем, смотрите, какая погода у нас. Но тепло. Очень тепло, хорошо. Так, вы знаете, воздух такой свежий, классный. Еду домой. Я сегодня чуть-чуть позже, в общем, на работе задержалась. У меня одна клиентка есть. Она, знаете, звонит мне, значит, постоянно в десять и говорит, ты там, а? Я говорю, да. Все, десять минут и я у тебя. Проходит два часа, два с половиной. Она заявляется. Ой, встретила одну, встретила другую, поболтала с пятой, поболтала с десятой. В общем, пришла. Вот закрытие. И постоянно так. Она когда звонит, она там... Я выхожу, я ей никогда не верю, потому что... И все смеются, потому что у меня один раз пару клиентов было, которые ее знают. Начали смеяться над ним, потому что она такая непунктуальная. Но непунктуальная это одно дело. Но когда ты говоришь, сейчас приду, через десять минут буду у тебя и приходишь через два с половиной-три часа, то это вообще какой-то капсдец, да? Вот. Ну, я ее оприходовала, поэтому конечно, она приходит сегодня. Ой, если ты меня сейчас проводишь домой, я тебя пойму. Ну, блин, я такой человек, что, знаете, я злюсь, я там... Ну, они меня уже, мои клиенты знают, на нее там могу. Вот, нафиг ты мне звонишь тогда и говоришь, что идешь, а если не идешь? Вот. И потом, в общем, нас сходит, там начинаем болтать. И, в общем, все такое. Я чего-то сегодня... Голова болит прям. Не знаю, то ли погода, то ли что. Но голова болит. А еще я завтра встретила свою, ну, родственницу. Она вот тут прям вот напротив живет, которая стрижет меня. И договорилась, чтобы она завтра пришла меня подстричь. Да. Я уже хочу подстричься, потому что вот эти вот, вот это вот все мне уже не нравится, вот это вот, который вылазит все. Ира, она проходила мимо, в магазин там не заглянула. Я говорю, вот тебя-то я хотела и видеть. Говорю, приходи завтра. Она живет прям рядом. А ну, вы видели, я только сейчас вам показала. Она, хорошо, завтра в 10 приду. В 10 я говорю, когда хочешь. 10, 11, 12. Когда хочешь. Когда будет удобнее. Да, ну, погода, конечно. Надо было бы в Меркадон. Блин, и надо съездить. Черт, что делать. Или... В общем, надо в магазин заехать. Ну, как, надо. Не очень надо, но надо. У меня закончилась стерия, а я сахар не пью. Потом еще хотела мясо купить. Вот здесь. Видите, здесь двойное движение. Вот так надо ездить. Быть или не быть, все-таки поеду в Меркадону заеду. Потому что я люблю чай пить, а без сахара я чай не люблю пить. Ни чай, ни кофе, вообще ничего. Я люблю сладко. В общем, пойду за стерия съезжу. И еще что-нибудь прихвачу. Вот, что я тут приобрела. Сейчас вам скажу. В лифте, когда поеду. Самое лучшее время въехать в Меркадону, это в 2 в третьем часу. Когда все... Ой, а что тут такое не открылось? Когда все родители уходят за детьми в школу. А я такая вот иду в магазин. В общем, что мы тут купили? Мы купили йогурт. Вернее, я купила йогурт. Буду мариновать курочку. Себе взяла вот такие крылышки. Муж мне очень любит крылья. Я купила обычную грудку куриную. Стевия, за чем я приехала. Сделаю пюре завтра из картошки и цветной капусты. Мне так подруга Ольга по совету вам. Ну, как мы с ней разговаривали. Она говорит, очень вкусная. Ну и правда, чтобы картошку обменили лопать, мы добавим цветной капусты. Так, 4 мандарина взяла. 3 огурца. Поняли, да? Специи разные. Для рыбы у меня закончился. Ну, семечки перескутлены. Это моя слабость. Это для курицы. Крабовые палочки. И вот таких 2 салата еще взяла из морской капусты. И все. Ушло у меня 25 евро. Ну, все про все. Нет, я бы не сказала, что это мало, но и немного. Смотрите, паркинг почти полупустой. Лепута. Так что еда у меня готова. Я буду есть вчерашние овощи, которые приготовила. Дима, я рыба такая сидит там такой. Ждет свою маму. Да. Ждет маму. Дима, мама ждет. Дима, мама ждет. Такая рыба с лядкой. Да. Да. Сейчас мама разгрузится. По-моему, здесь у меня есть пакеты, если я не ошибаюсь. Я сегодня утром выбросила цветок. Короче. Ну, как выбросила? Я в процессе. Я в процессе выбрасывания. В общем, знаете, с ним что случилось? Какая-то мох такой какой-то белый прям на нем. Как будто он пахнет плесенью. И как бы другие цветы мне не заразились, я решила его выбросить. Ну, и он там на ветру уже весь почехался. И все. Мама сейчас пришла. Да, сейчас разгрузится и поедем домой ням-нямкать. Приготовила курицу. Я уже ее помыла. Положила тут на полотенце бумажное. Эта курица нам не нужна. Мы ее откладываем. А здесь сейчас буду делать маринад. Маринад буду делать из йогурта греческого. И разных специй. Вернее, какие разных, не совсем разные. У меня есть вот такой для курицы. И орегано. Орегано он называется. И йогурт. Наверное, добавлю еще ложечку меда. Горчицы. Нет, я все время забываю горчицу купить. Нету горчицы. Блин. Будем без горчицы. Просто с медом. И, наверное, чуть-чуть сыпану этого. Чеснок сухой. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот такие получились у меня вкусняшка. Отправляется все это до завтра. Завтра отправлю в духовочку. И вот тут такие вкусненькие, наверное, крылышки. Ну, почему, наверное, точно. Блин, комары тут летают, зараза, кусаются. Вот. А сейчас будем собирать сумочку в этот спорт... Ай, блин, пальцы пришли. Ну, в спортзал. Мир спорт жвачка. Ай, блин, пальцы. здрасте только пришли в парк он уже усиживается нет передумал кружился кружился передумал не нравится ему это место ой не могу смешной такой я сегодня приодела ветровками назовешь это это льняная такая кофта что ли да потому что уже прохладненько так становится не перебула седух в кроссовках таких спортивных скажем так и спортзала зато сумкой одного цвета я знаю что сумка уже не носится под цвет обуви я все это прекрасно знаю но все же не знаю почему мне нравятся эти сочетания сумки и и просто на кроссовок обуви мне кажется как-то классика хотя стараюсь так не носить в общем вот так темнеет уже очень поздно сегодня так как пасмурно вроде как и прохладно ну что-то людей тут много молодежь какая-то в общем надо уже переходить на 4 часа вольбы что-то как-то 8 с лишним поздновато вот так вот он любит кувыркаться там парочки парочки целуются молодежь смотри смотрите чё делает чё творит давай давай у него здесь волос побольше станет смотри сколько здесь молодежи прям все тусуются будет что когда борьба сейчас чарли им пока чарли как это мушка в рот залетела мушки какие-то знаете прям сегодня сейчас иду иду прям мушка в глаз сейчас в рот пошел играть с ними правильно чё без него то ты чё ему по барабану ладно сейчас быстренько про кружимся и домой что делать ничего не делать большой брат смотри так не знаю что выбрать на ужин либо ананас либо арбуз либо либо дыню выбор у меня офигенный хочу с вами лайфхаком позелиться знаете таким в общем я сейчас мужем практически не ругаюсь вернее ругаюсь чтобы знаете вы излить свою душу я человек эмоциональный мне иногда нужно поругаться как и всем нам да например 80 процентов да даже все 95 наверное ругаются с семье ну я не без исключения вот но чтобы донести свою мысль когда вы ругаетесь вы никогда не донесете свою мысль да потому что ее просто никто не слушать не слышат слышатся крики там упреки или еще что-то но самой мысли донести в в этой ситуации мне кажется невозможно но это на моем опыте что я придумала знаете чтобы вы свои донести свою мысль и и как бы взяли я отправляю по васапу эсэмэску все разложено по полочкам с примерами с как это соотношениями все разъясняю объясняю что мне нужно даже не то не что не нужно а на шутак что в принципе это нужно мужу они мне понимаете но мы-то знаем что в первую очередь это мне нужно например ставлю пример у нас замок был сломан ну как сломан дверной замок он уже как-то там вышел вылетел и все и непонятно что а вот и вот он так был у нас не наверное недели три уже да надо сделать да надо сделать да надо сделать замок уже почти вот у вылез я говорю скоро к нам залезет я никто не слушает да 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 надо сделать надо сделать сегодня ему знать значит звонит его брат двоюродный и говорит что там что-то холодильник сломался может значит говорит ой надо сегодня завтра они в гранате живут на минуточку съездить сделать ему холодильник знаете у меня начал вот этот червячок думаю офигеть значит в гранату нужно время искать чтобы ехать холодильник ремонтировать а у нас дома делов много очень делать но самое важное это замок потом и до других соберемся я говорю от замок значит пускай валяется пускай скоро люди вообще у нас без замка станции люди заход заходите все открыто значит у меня уже начинает огонь вспыхивать но я это он быстро затушила потому что пошла в спортзал и пока шла строчилась и эсэмэски я значит пишу ну да конечно чтобы поехать сделать брату то временит у нас дофига да мы все можем мы все умеем мы хотим казаться хорошим человеком зачем нам дверь делать в собственном доме где ты живешь времени то конечно же нету заняты потому что нужно делать холодильник брату двоюродному а то у него продукты продукт пропадут а то что у нас дверь открыта да и хрен с ней кто к нам зайдет у нас же есть чарли он хорошо охраняет наш дом вот ну сарказм но мысль донесена да в общем так вот я его типа подковырнула типа вот так вот и все и и пошла заниматься прихожу значит после занятий домой никого дома нету кроме чарли я забрала чарли пошла гулять прихожу хожу возвращаюсь гляжу дому чудо с дверью нету не пойму что с дверью не то замок починит понятно без истерик без каких-либо выяснения отношений я добилась того чего нужно видите как мне конечно потребовалось три недели но все таки так что ловите на заметку я теперь всегда так делаю нет это не первый случай когда я делаю это я вам просто в пример показала я всегда теперь так делаю что если мне что-то нужно я не звоню по телефону не требую потому что это все забудется а по на ватсапе то там все остается все эти смс ки все эти минсахи только будьте осторожны без всяких оскорблений весь его потому что все это остается вот так что вот например вчера мне нужно было масло я могла бы позвонить и сказать купи масло знаете что мол не могла бы услышать в ответ мне некогда я нахожусь далеко магазин заехать там чтобы всего этого избежать я просто отправила по ватсапу купи масло масло было куплено так что ловите и пользуйтесь если вам понравилось пишите в комментариях а как вы выясняете отношения с вашими вторыми половинками и часто ли вы спорите я люблю поспорить люблю поругаться я близнецы двуличные и еще я как спичка я вот зажигаюсь такая вся потом быстро потухаю и очень даже забываю в чем суть вопроса вот но я поняла что когда я говорю вот так меня нихрена никто не слушает и откопала вот новый такой современный метод донесения своей мысли как вам если понравился такой лайфхак ставим пальчики вверх если не понравился тоже пальчики вверх подписываемся и пишем комментарии ну а пока на сегодня все а я буду дальше думать что же мне поужинать наверное склоняюсь больше к ананасу он такой вкусный попался зараза хотя и арбуз вкусный в общем буду дальше думать о вам всего самого наилучшего всем пока пока все-таки даем арбуз потому что ему там место нет холодильнике